Кето диета, фудмап диета, фмд диета, которая имитирует легкое голодание, а также фрукторианство, белковые диеты и многие другие, я не могу вам посоветовать ни одну из ныне существующих диет для универсального использования, потому что не существует ни одного вида диеты, которая идеально бы подошла любым людям с разными заболеваниями и с абсолютно разным типом телосложения. Садитесь поудобнее, я расскажу вам очень много интересного. Самая главная цель любой диеты это дать вам какой-либо результат, правда ведь? Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет лучше спать, кто-то хочет быстрее бегать, а кто-то хочет просто быть здоровее, чтобы не было запаха изо рта и неприятного налета на языке. Но каждая диета создавалась с какой-то конкретной целью и для какого-то конкретного человека, и к сожалению, перед тем, как вы ее выбираете, вы не изучаете всех тонкостей и моментов, из-за этого можно себе очень сильно навредить. Например, кето диета создавалась в свое время для того, чтобы взять сахар под контроль, она идеально подходила людям с лишним весом. Но на сегодняшний день кето диету стараются практиковать все. И кстати, я не была исключением. Я была на кето диете в среднем около 6 лет. Это была достаточно жесткая диета, но я ее все равно немножечко модифицировала под себя. А именно, так как я хрупкого телосложения, а точнее я астеник, я астеничного типа телосложения, то такое питание с обилием жиров мне не совсем подходит. Но я подстроила его под себя именно своей физической активностью. То есть я дала возможность телу сжигать такое количество жиров, которые я начала употреблять. Жиры были доминирующим ингредиентом в моем питании. То есть я ела жирную рыбу, орехи, много семян, все салаты с овощами у меня буквально плавали в масле. То есть это постоянно было довольно масляное питание. Плюс разные процедуры замасливания снаружи. Я очень люблю и ценю аюрведу, веду и все процедуры замасливания, которые я изучила и изучаю много лет. Они дают гибкость суставам, красоту телу и многое другое. Но вернемся к нашей кето диете. Эта диета совершенно не подходит людям хрупкого телосложения, с уставшими надпочечниками, сниженным либидо. А также те, у кого есть сбои в менструальном цикле. Я говорю в данном случае о женщинах. И конечно же с очень проблемной поджелудочной железой, которые и так толком ничего не переваривают. И каждый день липкий жирный стул. Используя кето диету, такие люди могут себя попросту навредить. Им станет просто хуже. Именно поэтому каждый вид диеты, лучше я назову его лечебным питанием, вам должен подбирать либо специалист под вас, под ваши нюансы, под ваши проблемы со здоровьем. Для того, чтобы их скорректировать и выйти на полное восстановление. А дальше, чтобы вы продолжили наслаждаться полноценным разнообразным питанием, не боясь ни муки, ни сахара, ни яиц, ни молока. Чтобы вы могли это вернуть в свой рацион без вреда, но понятно в рациональном количестве, в сбалансированном количестве. Если же вы женщина с эндометриозом, то, например, о коровьей молочке лучше забыть. Это предполагает фудмап диета, а также аутоиммунный протокол. И это совершенно верно. Но многие другие пищевые фобии я совершенно не поддерживаю. Потому что там в разнос пошли и крестоцветные овощи, наша любимая брюссельская капуста, цветная капуста, брокколи и многое другое. Ей приписывают там совершенно негативные качества, а это абсолютно и в корне неверно. Также есть неверное представление о разных семенах и травах, которые я бы тоже не стала вычеркивать из рациона. Наоборот, они помогают решать вопрос и снижают воспаление. Уменьшая тем самым риски аутоиммунного тиреидита, воспаления, любого воспаления в организме, даже связанного с диабетом. Или же ревматоидным артритом, то есть любые боли в суставах. Поэтому это крайне важно понимать и сбалансировать, откорректировать рационально. Также есть такая диета, как FMD. Это диета, которая предполагает, например, резкое-резкое сокращение калорий, что-то близкое к голоданию. Но ее огромный минус в том, что на первое место в питании там выходят грибы, орехи, бобовые и многое другое. Это те продукты, которые человек со стандартным панкреатитом и холециститом, если резко ведет свой рацион и будет ее придерживаться, он заработает себе просто приступ печеночной колики, сильнейший приступ панкреатита, и потом 5 дней он будет еще выходить из этого состояния. Зачем это надо? Это абсолютно неверно. Прежде чем выбирать любое питание под себя, вы должны ответить на несколько вопросов. Какая у вас скорость работы желчного пузыря? Он у вас в гипермоторике или в гипомоторике? У вас запоры или у вас липкий жирный несформированный стул? Есть ли у вас вообще этот желчный пузырь? Есть ли у вас головные боли, лишний вес? Какой вы тип телосложения имеете? Нормостеник, остеник или гиперстеник? Также вы должны учитывать тип своей физической активности. Это крайне важно, потому что тогда мы можем понять, можно ли вам иметь перекус или нет, какой у вас возраст, какая у вас нагрузка. Это тоже все очень индивидуально. И еще крайне важные вопросы я задаю своим пациентам, когда узнаю их особенности в роду. То есть мамы, папы, бабушки, дедушки, имели ли они проблемы с инсулинорезистентностью, диабетом? Страдали ли они сердечно-сосудистыми заболеваниями, когнитивными расстройствами и так далее? Это очень важно. Это может нам дать направление предположить, есть ли какая-то генетическая мутация, есть ли какая-то предрасположенность. Зная такие мелкие нюансы, мы можем построить идеальную систему питания для конкретного человека. И буквально придерживаясь ее 2 месяца, человек избавляется от гипертонии, ишемии, проблем с отечностью, гипотириоза, снижаются антитела, приходит в норму ТТГ. Если была увеличена щитовидка и был узловой зоб, это приходит в норму. Также приходят в норму ваши яичники, ваши надпочечники, ваша нервная система, потому что мы задействуем кишечник, желчный пузырь, печень, но с такой нагрузкой, которую вы можете потянуть и которая для вас будет идеальной. То же самое постоянные разговоры про смузи, про соки и новые пищевые фобии. На самом деле, если вы правильно сделаете себе свежевыжатый сок, он даст вам колоссальную пользу. Если же у вас язвы, гастриты, и вы каждый день пьете вместо завтрака или кофе, или свежевыжатый сок, ни то, ни другое для вас не будет полезным. Но если вы сделали себе яблочно-морковный сок и взяли всю эту клетчатку, которую отжал ваш комбайн и добавили обратно, или добавили ложечку, к примеру, какого-то протеина, конопляного, льняного, миндального, прямо вот в этот ваш напиток вы получили потрясающую пользу. Никакой не детокс, никакая не чистка, а хорошее питание. В случае с апельсином вы получили прекрасный витамин молодости В8. В случае, например, с какими-то зеленью, например, шпинатом или петрушкой, вы получили сильнейший глутамин, заживляющий стенки вашего кишечника и даже помогающий при язвах и гастрите. Яблоки – это глутатион, сильнейший антиоксидант для нашего тела. Ягоды, водоросли – сколько же есть полезного? Если же вам все-таки хочется попробовать какую-то диету, но вы не знаете, с чего начать, давайте я вам подскажу. Проведите небольшой эксперимент в течение двух недель. И обязательно поделитесь со мной результатами в комментариях к видео. А сейчас скорее смотрите схему.